Звучит музыка Давайте начнем. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение. Приближается уже время зачета. Сегодня я был у диспетчера. Диспетчер мне подтвердил, когда у нас состоится зачет. Зачет у нас состоится 25 мая. В 10 часов и в 15.40. То есть у нас 2 по 1,5 часа нам дается. Если мы не усеваем 10, то в 15.40 продолжим. Теперь у вас есть желание по какому-нибудь вопросу выступить? Не планировали, да? Ну вот тогда... Я уже выступала, но сегодня не так. Ну да. Так, ну вот я хочу обратить внимание тогда на некоторые моменты, которые желательно не пропустить. Вот рассматривается революция как таковая. И революция состоит, политическая по крайней мере, в том, что на место одного класса приходит господствующий, другой, тот, кто ранее не был господствующим классом. И вот всякий новый класс, который ставит себя на место класса господства, уже до него, уже для достижения своей цели, вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, поскольку он их привлекает для того, чтобы их свергнуть в предыдущий класс. То есть, выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные и общезначенные. Ну вот с этим связано, например, такое явление, как всякого рода общенародность. Буржуазия неразрывно связала свои революционные действия с пропагандой того, что она выражает воли всего народа. Ну и в самом деле, значит, она крестьян интересы выражала, буржуазия, поскольку речь шла об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Как говорится, да, крестьянам хорошо, в том смысле, что она перестает быть крепостными, а буржуазия вполне сознательно их освобождала, поскольку для нее широкий, получается, слой людей, которые могут теперь наниматься на работу как наемные работники. Поэтому нельзя сказать, что она их боролась против крепостного права, только, так сказать, заботясь об интересах крестьян. Прежде всего, она заботилась о своих собственных интересах. Ну, разумеется, что, так сказать, все, ну, рабочий класс, который был, и который был в довольно стесненных условиях, поскольку вообще стеснялась промышленность, стеснялась развитие, то есть возможности у тех же крестьян стать рабочими, наняться на фабрику, наняться капиталистов, резко расширились, и тоже в этом смысле идет расширение. Ну, а кто противостоял народу? Народу противостояли только феодалы. Поэтому, скажем, чем позже совершается революция, тем спокойнее проходит эта революция. Скажем, если мы возьмем Великую Французскую революцию 1789 года, то это, так сказать, незыблемые устои были поколеблены. То есть до этого феодалы во всех странах, так сказать, вроде бы. Ну, за исключением Англии. Англия уже тоже там совершена была революция раньше. А вот на континенте это было впервые, и поэтому очень сильной была борьба феодалов за свое политическое господство. Это вообще напоминает, не знаю, вы читали 1984? Что-что? Вы читали 1984, но это аромат. Нет. Но там он больше на тему диктатуры, на тему тоталитаризма, но там вот есть идея о том, что на самом деле борются всегда не подчиненные и не главенствующие классы, а их на самом деле три. Подчиненные, главенствующие и самый низший бедный класс. Бедный класс никогда не участвует в политическом процессе, потому что, в принципе, именно за власть борются именно средний класс, и высший класс. Ну, а кто был тогда подчиненный? Крестьяне. Крестьяне участвовали. Почему? Это не соответствует историческому факту. И кто еще считать? Подчиненным считать рабочие? Рабочие участвовали в буржуазной революции. Поэтому вот мы тут в том-то и дело, что мы смотрим на то, каков был ход истории, а не что можно по этому поводу, так сказать, предложить. То есть теоретизировать, типа давайте мы будем считать, что они не будут участвовать. В этом и задача господствующего класса. Господствующий класс... Там была борьба в буржуазии с аристократией. В принципе, в буржуазии она победила, но... Ну что вы думаете, что сама буржуазия боролась с аристократией? Нет. Что буржуазия... Она сначала боролась за поддержку народа, а потом с его помощью она захватила власть. Но народу от этого только... Только может быть долго перспективизм. С чем-то призволом. Но впоследствии она у нас все равно сложна. Что вы думаете? Ну вот давайте тут введем одну категорию, которую, так сказать, вы употребили. Народ. Вот народ, скажем... В некоторых случаях просто не говорят, что это такое. Потому что народ – это не население, и это не просто масса, и не бедняки. А народ – это рабочие и крестьяне, непосредственные производители материальных благ. Вот рабочие и крестьяне. Поэтому, когда говорим мы о народе, в точном смысле научном, то имеется в виду вот два таких класса. Оба этих класса участвовали в Великой Французской буржуазной революции. Другое дело, что уже на том этапе, когда буржуазия только идет к власти, она представляет свои интересы, как общенародные. А с другой стороны, то есть из народа исключается только она. Хотя на самом деле, в точном смысле слова, и в буржуазии тоже из народа исключается. Но она себя выставляла борцом за народные интересы, и ее задача была в том, что она будет бороться, что ли, за власть. Она будет погибать там. Она пойдет на штурм. Бастилии? Нет. Поэтому на штурм бастилии, да, всякие, так сказать, жертвы. Шли люди, которые боролись, в общем, за свои интересы, потому что у них интересы тоже реализовывались в буржуазной революции. Все слои общества получили облегчение, кроме феодалов. А вот феодалы были реакционным классом, и вот тут-то буржуазия проявила, так сказать, беспощадность в борьбе с реакционерами, то есть феодалами. Я имею в виду использование смертной казни, очень широкая гильотина, поскольку, дескать, не успевали головы отрубать обычным путем. Поэтому буржуазия вот эту свою миссию она выполнила очень, так сказать, жестоко. Но она готовилась к господству своему как следует, поэтому она предполагала, что и далее. Ей нужно как бы существовать как выразительница интересов народа. Поэтому ни одно буржуазное государство, никто никогда не скажет, что оно власть буржуазии. Все буржуазные государства во всех конституциях пишут, что они осуществляют власть народа. Кто у нас, скажем, в конституции 93-го года, которая, между прочим, не прошла никаким голосованием, поскольку никто за проект, тот проект, который считается конституцией, не голосовал. Тем не менее, там написано, народ осуществляет свою власть. А дальше, дескать, он проводит выборы, поскольку он осуществляет власть через выборы, а на выборах побеждает тот, у кого есть уже соответствующие средства влияния на голоса. А средства влияния на голоса ни у какого народа не присутствуют, а средства влияния на голоса присутствуют в буржуазии. Поэтому с того времени и по сей день, без всякого исключения, на всех выборах буржуазия всегда получает большинство. Почему? Это мы тоже с вами изучали, поскольку идеология господствующего класса является господствующей идеологией. А почему? Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. А как только общественное бытие стало буржуазным, общественное сознание является буржуазным, поэтому одна задача буржуазии – заманить вас на выборы. Вы приходите. То, что она выиграет при этом, нет никаких сомнений. Но надо, чтобы люди пришли. Поэтому надо устраивать всякого рода концерты. Концерты я имею в виду политические битвы, обострения и так далее, чтобы человек пришел и, так сказать, столкновения какие-то и решился тем самым вопросом. А для того, чтобы он решил правильный вопрос, делается известный коридор. И те кандидаты, которые между собой борются, они на самом деле выражают интересы той или иной буржуазии, хотя могут представлять ее разные слои. Ну, скажем, если победил не Маккейна, а Обама, это просто говорит о том, что в копилку Обамы бросили больше денег, чем в копилку Маккейна. А если бы в копилку Маккейна, ну, я понимаю, что это там не 100, не абсолютно точная величина, а то есть значительный перевес. То есть что значит бросить в копилку? Это голосование буржуазии проводит. Буржуазии проводят голосование тем, кого она поддерживает больше в период выбранной кампании. Если она поддерживает больше Обаму, она, значит, должна это продемонстрировать делом. И Обама может опираться на более широкий фонд для организации выборов. У вас нет такого широкого фонда, вы проиграете. А если у меня есть, то я и выиграю. Вот это вот надо иметь в виду. То есть это вот мысль интересная. Она продолжается. Дальше. Класс, совершающий революции, уже по одному тому, что он противостоит другому классу, с самого начала выступает не как класс, а как представитель всего общества. Он фигурирует в виде всей массы общества в противовес единственному господствующему классу. Хотя это уже, это категоризорное такое господство. Таким образом, основа на которой каждый новый класс устанавливает свое господство шире той основы, на которую опирался класс господствующий до него. Тут вот своего рода закон о революции. Если мы будем рассматривать революции буржуазную, феодальную, буржуазную, социалистическую, то мы должны будем сказать, что расширяется основа, на которую опирается класс. Значит, на кого опирался класс рабовладельцев? Ни на кого он не опирался, на класс рабовладельцев. Там были свободные граждане? Ну, и какой-то серьезной силы не представляли. На кого опирался класс феодалов? Ну, класс феодалов опирался, прежде всего, конечно, на свои силы. И он шире был, чем класс рабовладельцев. Безусловно, просто более широкий класс, более широкая основа. Во-вторых, можно сказать, что значительная часть уже в результате именно того обстоятельства, что идеология господствующего класса и господствующая идеология не выступала, скажем, против царизма. И даже крестьянские революционеры, они, в общем-то, ставили вопрос о том, что надо просто доброго, хорошего царя поставить. То есть они в этом смысле, можно сказать, ни Пугачев, ни Радин, вообще говоря, для царского устроя, они для феодального устроя особенной опасности не представляли, потому что это бы завершилось тем, что какие-то, значит, мелочи были бы осуществлены, вот, или смута была бы, скажем. Понятно, что когда приходит новый царь, если они не признают, начинается война, и начинаются всякие бедствия народные, поэтому, так сказать, неизвестно, чем это бы и закончилось. Почему? Потому что никакой положительной программы, вот, обратите внимание, у крестьянских революционеров не было. Поэтому, что значит победа крестьянских революций? Там, Булавина, или Петра Болотникова, или Степана Разина, или Эмильяна Пугачева. Вот победили они, и что? Что изменилось? Номинование царя. Номинование царя, и, я думаю, какие-то они послабления сделали в плане того, что, ну, меньше их платировали, меньше их платировали бы крестьян, то есть. Но никакой другой системы, они, противоположной этой феодальней, они, во-первых, не предлагали, во-вторых, и не могли предложить. Она к тому времени не выросла. Не выросла. А потом, вот, вырастает еще более широкий класс, так сказать, буржуазии. А буржуазия опирается вообще на все крестьянство. Я имею в виду, в своей революционности она опирается на все крестьянство. Потому что она, несмотря на то, что крестьяне заражены феодальной идеологией, считают, что помещик их отец родной, и царь-батюшка, это батюшка. Несмотря на это, значит, что буржуазия им предлагала? Вы говорите, идите за нас, выступайте за нас, и вы будете освобождены. Ну, кто должен освобождать? Вы будете освобождать. Сами вы и освобождайте. То есть, по существу, буржуазия формировала свою революционную армию из крестьян. Если мы возьмем ситуацию социалистической революции, там, в известном смысле, ситуация аналогичная. Что шаг такой большевиков, когда они взяли эсеровскую программу разделения земли по едокам и национализации земли, и реализовали. То есть, они тем самым из довольно узкой базы социальной, рабочей. Рабочих 10% было населения, трудящегося населения в России. А реализовав вот эту мечту крестьян о том, чтобы разделить землю по едокам, в общем, буржуазную мечту, потому что всем руководителям большевиков было ясно, к чему приведет это разделение по едокам. К тому же самому, через несколько десятилетий. Она и привела. Вот к 1928 году сложилась полная картина, такая же, какая была в 1917 году. То есть, через 10 лет. То же самое. Бедняки, середняки, кулаки. И поэтому, на самом деле, когда люди думают, что вот там победил социализм, победила социалистическая революция, она политически-то победила. А экономически в деревне развивался капитализм. И он развивался капитализм до 1928 года, пока вообще не привел к кризису. А кризис состоял в том, что крестьяне, прежде всего кулаки, они не стали сдавать по тем ценам, которые дает государство. И стали ждать, когда цены повысятся. А почему? Потому что у них есть, кроме зерна, технические культуры. И они продали технические культуры. И, так сказать, обеспечивают свой хозяйственный оборот, держа в руках запасы зерна. Значит, поскольку авторитетом в деревне является середняк, простите, кулак для середняка, то середняк то ли перестал хлеб сдавать. А получилось, что хлеб сдали только бедняки по тем ценам, которые установило государство. И получилось, что государство должно либо повысить цены, и тогда оно перестает быть государством бедняков вот этих. Поскольку бедняки-то уже сдали, они это сделали. Значит, бедняки оказываются в таком обманутом положении, в положении людей, которых бросили, кинули. Государство их покинуло, потому что оно у бедняков взяло по низкой цене, а у кулаков и середняков взяло по большой цене. То есть пошло на поводу у кулаков. Ну вот тогда вопрос о коллективизации, который как бы отодвигался куда-то, потому что коллективизация – это сложное дело. Это изменение всего уклада жизни в деревне, и просто так ее не проведешь. Есть и противники, есть и сторонники, и никто ее в жизни никогда не проводил ни в одной стране. Поэтому здесь думают, что это будет безошибочно все проводиться. Вообще нелепо, даже странно. И по поводу, скажем, ошибок, которые совершаются, вот интересная такая была перепалка между Сталиным и Троцким, когда Троцкий говорит, партия не ошибается. А Сталин говорит, это комплимент с известной долей издевки. И партия ошибается, и народ ошибается, и в революции в том числе. И еще Энгельс говорил, что народ, который и так делает ошибки в революции, еще больше делает ошибок. Поэтому вообще, так сказать, как-то ожидать, что будет безошибочно проходить такие мероприятия, вообще не следует. И никто не знал, как это делать. Тем более, скажем, мы не можем сказать с вами, что 25 тысяч рабочих, которые приехали в село, по 2-3 человека на село, что они, так сказать, все знают, как это осуществлять коллективизацию. Что они полностью это понимают. И я это многократно проверял, например, если просто спросить, а кто-то кулак, это кто? Вот вас спрошу. В порядке наказания за опоздание. Кулак это кто? Дайте определение кулака. Я почему это спрашиваю? Если вы сейчас ответите, значит, вот те были темные крестьяне, они не понимали. А вы сейчас светлые уже. Вот, если бы вас сейчас послать, тогда бы вы провели здоровую коллективизацию, вы бы не перепутали кулака с никулаком. Для чего дается определение? Чтобы не перепутать кулака с теми, кто кулаком не является. Вот как вы определяете кулака? Крестьяне, который начинает на покупке только капитал. Что? Крестьяне, который собирает мелко капитал. Ну, собирает капитал. И что? Вот крестьянин собирает капитал. И почему он кулак? Потому что он уже начинает эксплуатировать. У него уже есть какие-то там... Он может нанять себе этих трапов. Ну, хорошо. Вот представьте себе, что я такой крестьянин. Значит, я работаю... У меня восемь детей, и все дети уже взрослые. Каждый из них там 18, 20, 23, 24 года и так далее. Так? Ну, вот. Мы с ними, мы работаем. У нас три коровы, пять коней и мельница. И еще вас наняли, и ее наняли. Потому что нам надо то-то еще сделать. И что вы на этом основании считаете, что мы эксплуататоры? Ну, мы эксплуатируем вас. Эксплуатируем. Только мы своего труда вкладываем 100 часов, а вашего труда берем 4 часа. И вы на этом основании меня объявите эксплуататором. Я бы не объявил. Вот эксплуататором надо объявлять, если ваш труд занимает меньший объем, чем труд чужой, который вы присваиваете. Потому что эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Но одно дело эксплуатация, а другое дело эксплуатация. Для того, чтобы вас признать, если вы употребите такую форму эксплуататором, для этого надо, чтобы для вас присвоение чужого, неоплаченного труда было бы главным источником дохода. Вот только тот человек, для которого присвоение чужого, неоплаченного труда является главным источником дохода, является эксплуататором. А если я дополнительно еще кого-то эксплуатирую, дополнительно к своему собственному труду, то вы меня должны определить как середняка, то есть как мелкий буржуа. Потому что мелкий буржа может прибегать к найму в том и другом случае. Я вас весной нанял для того, чтобы вы мне помогли скопать огород. И все, и до осени. А осень я вас нанял, потому что мне одному не убрать урожай. И вот вы на уборке у меня работали. А все остальное время я не привлекал наемный труд. Почему это я, интересно? То есть если человек использует наемный труд. Все в деревне люди так или иначе используют наемный труд. Друг друга нанимают. Сплошь и рядом. Вот я вас нанял помочь мне капусту срезать. Меня наняли для того, чтобы яблони обтрясти. И так далее. Ну это просто еще раз подтверждает, что иногда вот, когда рассматриваются исторические вещи. Всегда, значит, с таким назиданием люди об этом говорят. Или пишешь, дескать, вот они ошибались, они не понимали. Ну вот сколько я не проверял, я могу просто вам сказать, что я это делаю регулярно. Ежегодно. Потому что я давно преподаю. В том числе и политэкономию преподавал еще на матмехе. Я хочу сказать, я не слышал, чтобы правильно дали ответ на этот вопрос. Не слышал ни разу. Поэтому, как говорится, не дай бог, кого бы послали такую задачу решать, люди бы там напортачили очень много. Мы бы сразу вот уехали в Сибирь по вашей воле. Спасибо вам большое. То есть вот в деревне это расслоение произошло, и на самом деле кулаков, то есть кто такой кулак? Точное определение у кулака – это сельский буржуа. А чтобы назвать человека буржуа – сельский буржуа, сельский капиталист. Не просто у него есть какой-то капитал. Капиталец, он складывает там и так далее в сундук. А надо, чтобы это был главный. Если что такое капиталист, для кого присвоение чужого неоплаченного труда через наем работников является главным источником дохода. Главным и основным источником дохода. А если это второстепенный источник дохода, это все равно, что вы имеете недостатки, а я вас назвал плохим человеком. А вы скажете, а где есть такие люди, которые без недостатков? Нет таких людей. На том основании, что у меня есть недостатки, вы не можете меня назвать подлецом. Точно так же, как вообще вы не можете найти ни одного человека, у которого недостатков не было. Ну вот картина такая сложилась в 1928 году. И вот начались быстрые эти события. Сталин, например, который все время сидел в Москве, ну до этого времени, поехал заготавливать хлеб в Сибири. Это вы можете почитать в собрании сочинений Сталина довольно забавные. Оттуда письма писал о том, что он приехал. Думаю, а в чем дело, почему не сдают хлеб? А ведь, значит, если кулаки требуют повысить загубочные цены, то есть они не сдают в расчете на то, что цены будут повышены. Они хотят спекулировать хлебом. Поэтому можно применять закон о спекуляции. А почему его не применяют? А потому что, говорят, судьи, прокуроры живут у кулаков в домах. Вот я у них спрашивал, почему вы живете у кулаков в домах? Они вдруг не у середняков и даже не у бедняков тем более. А потому что у них чище и лучше кормят. То есть вот та часть аппарата, в которой на селе, часть аппарата на селе, где вообще-то социалистическая революция не произошла, ну и власть, власть вроде советская, революции экономики не произошла, вот эта часть аппарата, она на службе у кулаков уже была. Ну вот и после того, как начали применять закон о спекуляции, хлеб пошел. И он хлеб не ходил, пока непосредственно сам Сталин не уехал в Сибирь и не занялся этим делом, как он это делал раньше, в период революции, гражданской войны. Известно, что он участвовал в обороне Царлицына, в этих военных действиях и других военных действиях их организации. То есть большевики вполне сознательно привлекли более широкую массовую опору, и это подтвердилось во время гражданской войны. Так что иначе никак нельзя было бы объяснить, а как вот большевики, которые составляли в 17-м году 40 тысяч человек, ну как можно, так сказать, вот таким количеством людей победить белую армию, которая поддерживала Антанта, которую снабжали, обеспечивали и так далее. Вот это бы не получилось. Это раз. Во-вторых, большевики сознательно привлекли часть старого аппарата. Специалистов. Специально о буржуавных специалистах был разговор, что мы должны привлекать буржуавных специалистов. Для этого отказаться по отношению к ним от принципов парижской коммуны и не платить им так, как мы платим коммунистам парт максимума, а остальное партийную кассу, а платить им высокие заработы, высокие жалования, как и раньше. И большевики привлекли генералитет царский, высший цвет, можно сказать, генералитета в Красную армию и к организации и планированию военных действий. И поэтому в Красной армии действовали царские офицеры и генералы. И поскольку белогвардейцы попытались то же самое сделать, они это сделали в худшем виде, в меньших масштабах. Почему? В частности, потому что генералитеты и царские офицеры и генералы рассуждали в массе своей так, что вообще мы не за большевиков, мы не против большевиков, вообще мы не вмешиваемся в политику, наше дело военное. Но есть российское правительство, вот Ленина, это российское правительство. А это все, это иностранное. Оно, все это формируется при иностранной поддержке. Мы не собираемся служить иностранному правительству. И поэтому они, так сказать, не по тому поддерживали большевиков, что они их там программу разделяли, а потому что они считали это российским правительством и в этом участвовали. Так что вот этот кусочек, который я вам зачитал, это о том, что основа, на которой каждый новый класс устанавливает свое господство, шире той основы, на которой опирался класс господствующий до него, это очень важно. Это очень важно. Тем более в России мы видели, что вот на тех дворян, которые проводили декабристов, которые выступили против крепостного права, конечно, буржуазия и могла российская вполне рассчитывать, правда? При проведении своей буржуазной революции. Но только судьба этих числов, этих дворян резко уменьшилась. В результате тех репрессий, которым подверг их же, их собственный класс, но господствующий, да, правительство соответствующее, феодальное. Так, вот это вот о том, как меняется ситуация от одной революции к другой. А вот очень важная тема в разделе «Действительный базис идеологии» «Общение и производительная сила» это наибольшее разделение материального духовного труда, это отделение города от деревни. Вот эта проблема тут рассматривается, она во всех программах всех социалистов и коммунистов присутствует, преодолеть разделение труда между городом и деревней. Вот. Но здесь она, как всегда бывает при первом появлении, в лучах света, она более ярко выглядела. Впервые сказалось разделение населения на два больших класса, непосредственно основанное на разделении труда и на орудиях производства. Противоположность между городом и деревней может существовать только в рамках частной собственности. Ну, раз частная собственность, так сказать, люди имеют землю, частную собственность, они на ней, на этой земле и хозяйствуют. Другие имеют частные собственности средства производства, городские и промышленные, они там и хозяйствуют. Она выражает в наиболее резкой форме подчинение индивида разделение труда и определенной навязанной ему деятельности, подчинение которого одного превращает в ограниченное городское животное, а другого в ограниченное деревенское животное. И ежедневно, заново порождает противоположность между их интересами. Ну, очень резкое высказывание, так сказать. Одни в городе лишены, так сказать, и природы, и общения с природой. С живой жизнью, с одной стороны, а другие лишены возможности приобщения к культуре, и это до сих пор остается во всех странах, в том числе и в России. Ну, вот, скажем, берем новые предприятия, новые предприятия, Ниссан и Хюнде. Если вы едете по окружной дороге, мимо помойки большой, перед тем, как вы повернете направо в сторону Комендантского проспекта, на парашютную улицу, вот перед помойкой стоит огромное предприятие, так сказать, большое предприятие Хюнде, южнокорейское, в собственности, южнокорейское, где работает наш, естественно, рабочий. И с правой стороны, на углу перед этим поворотом, Ниссан. Ниссан тоже японское предприятие. Ну, вот, там вообще, когда проезжает машина, и даже когда закрыты все стекла, все равно там этот запах помойки страшный идет. Теперь всякие полосы, которые там были, которые отделяли от этой помойки город, они вырублены в связи с строительством этих же самых заводов. То есть люди, когда думали о строительстве заводов, думали не о том, как окружить их, так сказать, лесом, и как это, чтобы лес этот забирал, по крайней мере, все то зловоние, которое тут есть, или о том, чтобы вообще перенести в другое место эту помойку, или построить заводы. Вот по той же самой, если окружной вы идете, то эта противоположность между городом и деревом выглядит так. У города места нет, они, значит, ставят вот такие заводы. Это Санкт-Петербург ставит около помойки, а дальше идет область ленинградская, и огромные пустыри, на которых такие десятки можно поставить заводов, когда вы дальше едете по той же окружной дороге в Ленинград. Это разные субъекты, хотя, если вы помните, в советское время была Ленинградская область, и был город, ну, скажем, была единая партийная организация, Ленинградская областная, и не было отдельно существования, так сказать, этих двух. Поэтому это разделение фактически на уровне власти политической, оно стиралось. Уничтожение противоположностей между городом и деревней есть одно из первых условий общественного единства. Одно из первых условий общественного единства. Вот что мы можем сказать, но насчет уничтожения противоположностей между городом и деревней, как оно идет у нас в пуржуазном области у российского, Ну, а никак оно не идет, строго говоря. Наоборот, так сказать, деревни некоторые объявляются бесперспективными, поэтому, скажем, школы там закрываются, и оттуда дети, которые там еще есть, должны там по 15-20 километров ежедневно их надо возить по плохим дорогам или в любую погоду в те деревни, которые еще не объявлены бесперспективными. Вот, деревня спивается очень сильно, не такого культурного развития, кроме того, что все-таки там проводится телефон, и как было проведено радио, и теперь в некоторых случаях телефонная связь, надо сказать, уже просто простая телефонная связь, она слабая, ненадежная, и, если мы в городе здесь, бывает, звоним, и что-то не берет. Почему-то там слабый сигнал. То по отношению к деревне это все в более широких масштабах. Вот, все понимают, что уже из того же самого Ниссана, из того же самого Хенде, филармонии, ты не поедешь по окончании рабочего дня. Поэтому близость даже к городу означает, что теми возможностями культурного развития, которые дает город, жители уже не только из деревни, но и из ближайших пригородов уже воспользоваться в должной мере не могут. То есть эта проблема остается. Каким-то образом наши лучшие там коллективы музыкальные, театральные и так далее совершают в летом поездки, турне по разным городам, в том числе по Волгским городам, по Волге, для того, чтобы каким-то образом это, вот эту противоположность в какой-то мере смягчить. Но, как вы понимаете, эту противоположность смягчить трудно. Хотя, надо сказать, вот на конкурсе, музыкальном конкурсе Менчайковского, который проходил в 15-м году, первые два места заняли люди не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, поскольку таланты, в том числе музыкальные, их, как говорится, не приобретешь ни за деньги, ни за место проживания. Вот один откуда-то из Санкт-Петербурга, все они из восточных районов, оба человека эти. Отделение города от деревни можно рассматривать так же и как отделение капитала от земельной собственности, как начало независимого от земельной собственности существования и развития капитала, то есть собственности, основанные только на труде и обмене. Но это только кажется независимой, потому что если собственность на землю государственная, то нет абсолютной ренты, а если собственность на землю частная и капиталист в городах, как у нас сейчас, вот скажем, покупаются участки, а потом те люди, которые владеют этими участками, ничем не занимаются сами, являются просто паразитами, которые дают капиталистам этот земельный участок для того, чтобы они, как арендаторы, на нем ввели свое производство и платили ренту земельную. Поэтому у Маркса в капитале обосновано, показано и доказано, что ликвидация земельной ренты – это условие более быстрое, а именно переход для этого к частной собственности на землю государственной. Государственная собственность какая? Ну, буржуазного государства, разумеется. Переход к буржуазной собственности государственной на землю и ликвидации частной собственности на землю. Национализация Земли является условием более быстрого развития капитализма Поэтому, скажем, показаться может странным, что провели приватизацию одного, другого, третьего предприятия Начали приватизировать Землю, это все стало наталкиваться на какие-то препятствия И никакого прогресса не дает А потому что прогресс действительно замедляется в этом случае Когда вместо государственной собственности на Землю появляется частная Так, ну, я думаю, мы и тут задержались, не даем вам высказаться А вы готовились? Нет, я уже отвечал А? Я уже отвечал А вы еще хотели выступить? Ну, я думал, сегодня должна другая девочка отвечать Что-что? Другая девочка должна отвечать Я думаю, что она придет Нет Но вы вообще даже собирались еще и на прошлом занятии выступить Если я не ошибаюсь То есть вы не готовы сегодня, да? Нет Ну и зря Я еще раз повторяю Наше время теперь уже двигается уже к концу совершенно реальному 25-го у нас зачет 25-го Вот, так что В 10 и 15-40 Так что наше дело теперь использовать последние возможности, которые у вас есть Для того, чтобы потренироваться, повыступать Я бы на вашем месте это использовал Потому что Потому что Когда вы меня слушаете Это не бесполезно, но это потребление знаний Когда вы выступаете Может быть, вы Может, не совсем удачно выступаете Или не во всем Хорошо Но вы что делаете Вы воспроизводите знания А в чем состоит обучение Имея в виду, что у вас какой курс? Третий И у вас скоро будет Год не пройдет Как у вас будет Выступление по квалификационной работе своей Ну и вообще навык выступления Как его можно получить? Что для этого нужно? Нужно выступать Как нужно получить навык плавания? Как научиться плавать? Вы хоть одного человека знаете, которого научили плавать? Если он сидел и слушал Как надо плавать? Давайте я вам расскажу, как навык плавать Хоть один поплывет? Нет То есть пока человек сам не соберется Вот это не использует Я думаю, что Если вы понимаете Я думаю, на третьем курсе Вы вполне должны это понимать Что люди, которые Учат себя Как это Ся ведь означает себя Учат себя Учат себя Не должны Те возможности, которые есть Они не всегда бывают Например Наш курс в этом смысле Уникальные возможности То есть на такой вот возможности Настолько широко И неограниченно тут выступать В общем-то Я даже не знаю Мне не приходилось Видеть Так что Так что я по-прежнему вам советую Самим брать какие-то вещи И выступать Причем Причем Материал у нас обширный Вы можете выбрать То, что вас В общем интересует И то, что Близко вам По По интересам По идеям Или наоборот То, что у вас вызывает Протест Несогласие Поскольку у нас Нет никаких Таких задач Чтобы вы соглашались Со всеми положениями Того текста Который есть Например Вот скажем У нас Мы проходили Такое положение Что Революция Может быть Коммунистическая Только В результате действия Пролетариата Всех передовых стран Да? Но вот с этим Ленин же не согласился На этапе Империализма То есть он согласился Что до того времени Да, это было так Когда еще капитализм становился И вот эти передовые страны Они как бы Были теми странами В которых Могло быть такое Единое действие А при той Неравномерности развития Которое Потом охватило Уже целые Страны и народы Когда есть Кучка Стран Грабителей Которые Ограбляют Другие страны То даже уже Слово передовые Как-то не очень Смотрится Когда его употреблять Это раз Потому что Тогда Это уже Совсем другой Период Это канон Социалистической Революции И мы имеем дело С умирающим Загнивающим Капитализмом Это во-первых Во-вторых Из-за Неравномерности Развития Революция Не может Созреть Сразу Во всех Странах А только В какой-то Одной Отдельно Взятой Стране Вот у Ленина В работе Военная программа Пролетарской Революции И лозунги Соединенных Штатов Европы Вот он должен был Об этом сказать Что Вот тут тезис Применительный К империализму Который был У Марксенекса Он уже Недействителен Ну Поскольку Речь идет О теории В ее применении Их практике Это может Относиться И к другим Положениям Правильно Какие-то Положения Могут вам Показаться Недействующими Значит Так Либо Скажем Это требует Обсуждения Спора Рассмотрения И так далее Просто Тоже Само по себе Интересно Так То есть Вот эта проблема Города и деревни Очень важна Вот еще одно положение На которое Я хотел обратить Вас Внимание Вот Здесь вот Говорит Говорят Марксенгельс О словом классе Класс Корожан В нынешнем Словоупотреблении Применение Понятия Класса Это Такого Обычно Не бывает Почему Потому что К классам Относится Не как Какой-то Очень жесткой Категории А класс Это Некоторый Инструмент Классификации Можете Классифицировать Вы Все Общество На Город и Деревня Будет Класс Горожан И класс Селян Класс Деревенских Жителей Можно такую Классификацию Вровести Можно Это Классификация Может быть Другая Классификация Вот даже Если Вы возьмете Вот Такой Класс Как Пролетариат Так А потом Нельзя Внутри Пролетариата Выделить Еще Класс Можно Ну вот Если Вы возьмете Известную Работу Ленина Великий Пачин Там Он Буквально Говорит Следующее Диктатура Пролетариата Это Научная Латинская Историко-философское Выражение Означает Вот что Что только Определенный Класс А именно Городские Фабрично-заводские Промышленные Рабочие В состоянии Руководить Всей массой Трудящихся И эксплуатируемых Во всей борьбе За полное уничтожение Классов Посмотрите Что получается То есть Только Выделяется Класс Городских Фабрично-заводских Промышленных Рабочих Кто остается Собственность Коллективно Принимать Соответствующие Решения И проводить Эти решения И этим Все Рабочие Не обладают Обладают Только Довольно Узкая Часть Рабочего Класса Вот То есть Класс Городских Фабрично-заводских Промышленных Рабочих И вот Люди начинают Обследовать Пролетариат Это класс Не класс Рабочий Класс Это пролетариат Не пролетариат Можно и так сказать Можно и так сказать Можно взять Весь класс Пролетариата Это получается Все лишенные Собственности А можно Но от того Что он лишен Собственности Он может просто бродягой или нищим. Есть такое понятие люмпин пролетариат. Люмпин пролетариат – люди, опустившиеся на дно. И те люди, которые опустились на дно, они ничего не могут. У них нет свободного времени, потому что у них вообще они нет. У них нет рабочего, поэтому и нет у них свободного. Они выкинуты из общества, они нищие. Их жизнь висит на волоске. И поэтому думать, что они в положении, когда их жизнь висит на волоске, они могут не покормить ни детей, ни себя, что они могут в каких-то общественных делах серьезные вещи решать, ну, это было бы не материализмом, по крайней мере. Так. Теперь еще одно интересное положение. Вот мы говорим, что, и говорили уже, что с положением в производстве связан определенный экономический интерес. Экономический интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, в системе производства, которая показывает, что им выгодно или не выгодно в связи с этим положением. Или что улучшает или ухудшает их положение и в какой мере. Вот близко этому высказывание Маркса Энгельса – одни и те же условия, одна и та же противоположность, одни и те же интересы должны были, в общем, повсюду создать также одни и те же нравы. Нравы, интересы, значит, создают одни и те же нравы. То есть, ну, что вам нравится, зависит от того, что вам выгодно. Вот, собственно, тут очень простая мысль – нравы. Если это вам не выгодно, то у вас и нравы не будут другие, не такие. То есть, вот, это очень кратко, но отмечена зависимость нравственного поведения или нравов от положения производства. Вот еще интересная мысль о том, что свободная конкуренция внутри страны повсюду завоевывалась при помощи революции. То есть, революция для буржуазии была средством обеспечить свои экономические интересы. Вот здесь отмечается 1640-й и 1688-й годы в Англии, 1789-й год во Франции. Конкуренция заставила вскоре каждую страну, не желавшую утратить свою историческую роль, прибегнуть для охраны своих мануфактуру к новым таможенным мероприятиям, ввести вслед за тем крупную промышленность, охраняемую покровительственными пошлинами. Крупная промышленность сделала конкуренцию универсальней. Крупная промышленность впервые создала всемирную историю, поскольку поставила удовлетворение потребностей каждой цивилизованной страны и каждого индивида в ней в зависимости от всего мира и поскольку уничтожила прежнюю и естественно сложившуюся обособленность отдельных стран. Ну, это вот сейчас проявляется особенно ярко, видно. Повсюду, куда она проникала, она разрушала ремесло и всеобщее, и вообще все прежние ступени промышленности. Она завершила победу торгового города над деревней. Она породила массу производительных сил, для которых частная собственность стала такими же оковами, какими цеховой строй стал для мануфактуры, а мелкое деревенское производство для развивающегося ремесла. При господстве частной собственности эти производительные силы получают лишь одностороннее развитие, становясь для большинства разрушительными силами. И, наконец, в то время, как буржуазия и каждая нация еще сохраняет свои особые национальные интересы, крупная промышленность создала класс, которому во всех нациях присущи одни и те же интересы, и у которого уже уничтожена национальная обособленность, класс, который действительно оторван от всего старого мира и вместе с тем противостоит ему. Крупная промышленность делает для рабочего невыносимым не только его отношение к капиталистам, но и самый труд. Что имеется в виду в последнем мысли и самый труд? Имеется в виду наемный труд. Труд не как общий способ или общее дело для всех трудящихся, а труд как труд на какого-то эксплуататора. разумеется, крупная промышленность не во всех местностях данной страны достигает одинакового уровня развития. Это, однако, не задерживает классовое движение пролетариата. Тот слой пролетариев, который порожден крупной промышленностью, становится в главе этого движения и увлекает за собой всю остальную массу. Ну вот в этом смысле ничего такого нового по сравнению с тем, что было, когда буржуазия приходила в классе, тоже нет. Вот буржуазия увлекала за собой часть крестьянства, вот, а рабочий класс, который в крупной промышленности увлекает за собой остальную массу. Так. Вот есть такой раздел отношения государства и права к собственности. Что такое государство? Кто скажет? Государство что такое? Скажите, пожалуйста. Молодой человек. Государство. Да. Вот у нас есть уголовок отношения государства и права к собственности. Так. А право можете сказать, что такое? А? Воля господовщего класса и права. Да, подведенный в закон воли господовщего класса. Вот с правом. А собственность что такое? Система с правом. Система с правом. Система с правом. законов. То есть это правовое. Вы понимаете собственность в правовом смысле как элемент права. А собственность есть как экономическое отношение? Да. Отношение с обедом, как и условием, как и условием. Вот слово акцент. Да, вот определение собственности. Если есть такое отношение, если оно закрепляется государством, то это уже правовое закрепление. Так, ну а государство что такое? А вы можете сказать что такое государство? Государство это аппарат принуждения через которого средство насилия проводится воля господствующего класса. Ну да, или можно сказать аппарат классового насилия. Организация классового насилия. Или организация классового принуждения. Которое применяет, создает и применяет господствующий класс. Ну Ну, я хочу вам заметить, что вторая возможность, которая у нас есть, если у вас есть какие-то, встречаются определения, которые вы видите и не знаете точно, что нужно сделать? Спросить и тем самым сэкономить время. Или пойти искать их там. Я хочу сказать, что искать определения очень сложно. Надо сказать, что основная масса научной литературы, к сожалению, она содержит всякого рода высказывания, но очень редко кто однозначно вводит определения. То есть это редкость. Это у Гегеля, например, это не редкость, он всякий шаг, движение. Сначала получает категорию, а потом ее называет. Поэтому у него нет такой необходимости писать отдельное определение. Метод такой, что родилась категория, понятно уже, какая она. Потом название. И, скажем, движение исчезновения бытия – ничто, ничто в бытии – это становление. Не так, как в математике, назовем становлением то-то. Нет. Сначала он появился, а теперь это называется. И тогда это легко запомнить. Если вы знаете, из чего оно, откуда выросло и как появилось. И забыли только название, то название, как говорится, легко вспомнить. Так. Ну вот, в связи с развитием производства, буржуазия уже не является большим сословием, а представляет собой класс. То есть сословием буржуазии была в феодальном обществе, да? Или мещане их называли. И представляет собой класс. И государство приобрело самостоятельное существование наряду с гражданским обществом и вне его. Вот мы снова возвращаемся к этому. К гражданскому обществу. То есть государство, когда речь идет о гражданском обществе, по существу берется способ производства. Не берется государство. На деле государство есть не что иное, как форма организации, которые неизбежно должны принять буржуа, чтобы как вовне, так и внутри государства взаимно гарантировать свою собственность и свои интересы. Ну, это в соответствии с тем, что вы сказали. Государство есть та форма, в которой индивиды, принадлежащие господствующему классу, осуществляют свои общие интересы. Вот это вот определение, которое здесь есть. Государство есть та форма, в которой индивиды, принадлежащие господствующему классу, а не именно господствующему, осуществляют свои общие интересы. Вот очень ценная мысль такая. Не надо забывать, что право точно так же не имеет своей собственной истории, как и религия. Вот эта мысль очень нетривиальна. То есть история имеет, конечно, и право, история имеет и религия, но в каком смысле они не имеют собственной истории, потому что как религия является отражением таких отношений, которые являются отношениями земными, а это всё изображается, как некие действия, совершающиеся на небе. Точно так же и право. Справа есть выражение экономических отношений. Право, введённое в закон воли господствующего класса, а воля господствующего класса вытекает из его экономических интересов. А экономические интересы, экономические интересы фатеризуют его положение экономическое. Поэтому с изменением экономического строя меняется вся система права обязательно. То есть поэтому её история, этого права, не своя. Нельзя понять собственность, экономику из права, а надо понять право из экономики, исходя из экономики. Вот что имеется при этом в виду. Поэтому вот некоторая беда наших юристов, которые учатся. Они учатся, изучают там право, 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 право и, скажем, в меньшей мере экономику. Поэтому они очень легко, так сказать, в этой сфере вращаются и создают различные законы, а потом эти законы наталкиваются на очень сильное сопротивление, требуют переделки и так далее. Почему? Ну, потому что они вместо того, чтобы видеть, в чём естественная необходимость экономическая, они, так сказать, ну, как бы пишут законы, исходя из каких-то общих соображений, исходя из неких идей. Хотя законы надо бы вводить из экономики, из экономической потребности, из того, что требует, ну, экономические интересы господствующего класса. Надо эти интересы знать, а чтобы знать все интересы, надо изучать произвольство. Поэтому у нас, например, существует вот такая нелепая сейчас установка в отношении собственности, которую вот вы тоже поддержали уже сегодня своим высказыванием про собственность, вы-то не поддержали. насчёт того, что вот существует такая установка, что право на какую-то вот собственность у вас, как юридическая реальность, как юридическая собственность, возникает у вас с момента регистрации. Досели, досели собственность, вот вы трудитесь, и у вас, в результате вашего труда появляется какой-то продукт. Это ваша собственность, правильно? Допустим, вы что-то произвели, построили дом, или вы трудились, потом вы продукты своего труда поменяли на другие продукты, и вот эта собственность является результатом обмена. Результатом обмена с другими собственниками. То есть собственность появляется в результате своего труда или в результате обмена. Или в результате присвоения чужого труда тоже появляется собственность. У нас собственность, полученная в результате присвоения чужого труда, у капиталистов появляется она в результате регистрации или в результате того, что они организовывают фабрики, заводы, их растёт вот эти. Скажем, 17 миллиардов долларов у Лисина появились в результате регистрации и в результате того, что он организовал производство и пользуется чужим неоплаченным трудом. И вот отсюда вытекают такие вещи, например, что дольщики, которые складывают свои деньги для того, чтобы построить дом. Они их не сами складывают, они их относят в какую-то строительную компанию. Это строительная компания, поскольку она строит дом, она эти деньги тратит. И она организовывает производство, она выстраивает этот дом или уезжает за границу с этими деньгами. А поскольку собственность у Мосника и с момента регистрации, те люди, которые сдали свои деньги, они собственность на эти деньги утратили, а никакой другой собственности не приобрели. То есть раз они не приобрели, то, скажем, возможно, и такая ситуация. Дом ваш построен. Вы платили 4 миллиона. А тут приходит товарищ в черном пиджаке и говорит, давай я куплю это за 6 миллионов, а я возглавляю эту строительную компанию. Что я делаю? У меня какой интерес? Я ради чего этот строил дом? Чтобы вы жили или чтобы я жил лучше, богаче? Я зачем возглавляю эту компанию? Ну вот. Поэтому я раз эту квартиру отдаю вам, потому что я фактически распоряжаюсь этим. То есть вы вносите 6 миллионов, вот, а вы идете в суд. И в суд в лучшем случае, это если вы добьетесь, еще не факт, что суд что-нибудь вам присудит, но если присудит, то вы получите свои 4 миллиона назад, а он получит жилье. За 6 миллионов я получу 2 миллиона плюс. Вот и все. И такие ситуации вполне возможны, потому что раньше это вот еще не так давно. Решалось так, человек приобрел там какую-то долю, там, земельную или недвижимости. Проектное инвентарационное бюро ставит штамп и фиксирует, что вот этот договор, который был купли-продажи, раз деньги уже перешли, значит это собственность. По идее, вот люди деньги отдали на строительство, значит то, что будет построено, это их собственность. Нет, это все целая история. Это надо регистрировать. Что же тут регистрировать? Деньги-то они заплатили уже. Пока еще не дошло до булки. Если вот вы пришли, купили булку. Не ешьте ее, а вы зарегистрировали ее? Нет, вы зарегистрируете ее, а когда зарегистрируете, получите в ГБР свидетельство о том, что это ваша булка. А что значит зарегистрировать? Значит потратить время, силы и деньги на регистрацию. То есть накормить еще товарищей, которые сидят в ГБР, поскольку мы прекрасно без ГБР обходились, оно вообще не нужно ни для чего. И потому что сохранились и проектные интернационные бюро, и еще это вот так называемая государственная регистрация. И вот бумажку вам с печатями дают красивую. И за эту красивую бумажку заплатите большие деньги. И пока вы еще некоторых дополнительных паразитов не накормите, вы этой собственностью юридически не получите. А экономически вы оказались в положении такой, что у вас экономически вроде она и есть, а вроде бы ее нет. А экономически у того, кто является застройщиком. Вот она у кого есть. Поэтому у этих дольщиков обманывают, обманывают и обманывают. Сплошь и рядом. Тот же Аполлонский, который уехал в Камбоджу, собрал 7 миллиардов долларов. Уехал. Вот Маркс и Энгельс говорят, что обнаружилась необходимость частной собственности на известных ступенях промышленного развития. То есть вот скажем, о Марксе Энгельсе можно говорить о том, что они там противники частной собственности. Они противники частной собственности для того этапа, когда производство приняло общественный характер. И оно противоречит тому, что производство уже ведется всеми и для всех. По существу. То есть никто не может сказать, что это мой продукт, потому что он используется. Вы используете продукты, которые производятся во всем мире, и человек, который трудится, тоже создает продукты, которые идут тоже по всему миру. То есть существует всеобщее разделение труда, мировой рынок, и поэтому в этих условиях частная собственность вступает в противоречие с общественным характером производства. Ну вот Маркс Энгельс пишет, что дело дошло теперь до того, что индивиды должны присвоить себе существующую совокупность производительных сил не только для того, чтобы добиться самодеятельности, но вообще для того, чтобы обеспечить свое существование. Это присвоение прежде всего обусловлено тем объектам, который должен быть присвоен производительными силами, которые развелись в определенную совокупность и существуют только в рамках универсального общения. В рамках универсального общения. Нет таких производительных сил, которые кто-то индивидуально использует. Вообще. Уже в силу этого присвоение должно носить универсальный характер, соответствующий производительным силам и общению. Только современные пролетарии, совершенно оторванные от самодеятельности, в состоянии добиться своей полной уже неограниченной самодеятельности, которая заключается в присвоении совокупности производительных сил и вытекающем отсюда развитии совокупности способностей. Все прежние революционные присвоения были ограниченными, индивиды, самостоятельность которых была скована ограниченным орудием производства и ограниченным общением, присваивали себе это ограниченное орудие производства и приходили в силу этого только к новой ограниченности. Их орудие производства становилось их собственностью, но сами оставались подчиненными разделению труда и своему собственному орудию производства. При всех прошлых присвоениях масса индивидов оставалась подчиненной какому-нибудь единственному орудию производства. При пролетарском присвоении масса орудий производства должна быть подчинена каждому индивиду, а собственность всем индивидам. Современное универсальное общение не может быть подчинено индивиду никаким иным путем, как только тем, что оно будет подчинено всем им вместе. То есть мысль о том, что надо, чтобы эти все средства производства были подчинены каждому индивиду, совершенно правильная и понятная, поскольку каждый индивид имеет на это право, поскольку каждый индивид трудится, каждый индивид участвует в общественном производстве. Ее невозможно реализовать иначе, кроме как в рамках единой общей собственности, потому что в противном случае он может продолжать трудиться, а другие будут извлекать доход, не трудясь. Присвоение обусловлено далее тем способом, каким оно должно быть осуществлено. Оно может быть осуществлено лишь посредством объединения, которое в силу свойств, присущих самому пролетариату, может быть только универсальним. И посредством революции, в которой, с одной стороны, не извергается власть прежнего способа производства и общения, а также прежней структуры общества, а с другой развивается универсальный характер пролетариата и энергия, необходимая ему, чтобы осуществить это присвоение. Причем пролетариат сбрасывает с себя все, что еще осталось у него от его прежнего общественного положения. То есть, эта революция, о которой говорят Маркс и Энгельс, она прямо выводится из развития производительных сил. Она выступает как требование производительных сил. То есть, производительные силы требуют иных производственных отношений. Каких? Они требуют приведения производственных отношений в соответствии с общественным характером производительных сил. То есть, общественной собственности. Присвоение всей совокупности производительных сил, объединившимися индивидами, уничтожает частную собственность. Вот когда говорят о уничтожении частной собственности, делают упор на отрицание частной собственности. Дескать, отвергнуть, отрицать, запретить, не дать, не дать, отнять и так далее. Это совершенно не соответствует той постановке вопроса, которую Марксу и Энгельсу. Наоборот, присвоение всей совокупности производительных сил объединёнными индивидами уничтожает частную собственность. Значит, что нужно для уничтожения частной собственности? Организовать общественную собственность. А это большое и трудное дело. Когда удалось, скажем, в России организовать общественную собственность на средства производства? К середине 30-х годов. К середине 30-х годов. До этого сказать, что общественная собственность была организована частично только. А в деревне только сама организация общественной собственности, по сути дела, началась в конце 20-х годов. И была завершена вот где-то одновременно. Поскольку присвоение общественной собственности невозможно без планирования, общественное присвоение производительных сил невозможно без планирования производства, вместо стихийного разделения труда нужно обеспечить планомерное разделение труда и планомерное подчинение всего производства общественным интересам. И вообще это критерий общественной собственности. Общественная собственность имеет место тогда, когда, и только тогда, когда производство подчиняется общественным интересам. А если производство не подчиняется общественным интересам, сколько угодно можете писать общественная собственность на воротах, государственные предприятия, или там государство, сколько вы видите, например, домов, где написано, охраняется государство, оно разваливается. То есть для того, чтобы на деле собственность была общественной, а надо, чтобы производство подчинялось общественным интересам. Это можно сделать только планомерно, в силу того, что производство очень развито и имеется очень сильное разделение труда. И для того, чтобы разделение труда учесть, необходимо кооперация. А кооперация, я вот вам дам сейчас определение кооперации, это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Такая форма труда, при которой много лиц работают в одном или связанных между собой процессах производства. Кооперация не в смысле того, что Иванов вступил в кооперацию с Петром, Петрович Сидоровым, а в том, что сама кооперация определяется как планомерная форма труда. Если имеется разделение труда, то существует две формы соединения этого разделившегося труда в единый общий процесс. Это либо обмен и, соответственно, товарное производство, и связанные с этим конфликты, и связанные с этим рынок, и связанные с этим развитие буржуазного строя и эксплуатации. Либо это кооперация, то есть планомерная форма труда, при которой много лиц, планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. В то время, как до сих пор в истории то или иное особое условие всегда выступало как случайное, теперь случайным становится само обособление индивидов. Особая частная профессия – это более другого индивида. Хочу вам сказать, что в Конституции 1936 года было записано «Допускается частный труд и труд кустарей». То есть никто не запрещает этот частный труд, никто его особенно не развивает, не ставится задачей в развитии, но он допускается. То есть право вовсе не запрещает этот частный труд, но оно делает упор на развитие общественного производства. Потому что, скажем, что характерно для Конституции 1936 года, она делала упор не на провозглашение прав и свобод, а на материальную основу осуществление этих прав и свобод. Я могу сколько угодно провозглашать прийти на помойку, где сидят бомжи, и провозгласить их право на жилье, но на самом деле надо заниматься строительством жилья массовым. И, скажем, в советское время при социализме у нас существовала очередь. Попадание в очередь зависело не от цвета глаз и не от того, где я работаю, а зависело от того, какая у меня семья. Если семья больше, значит, соответственно, и претендовать на большую площадь. Может, семья меньше, соответственно, на меньше. И эта проблема постепенно решалась. Сказать, что ее разрешили, эту проблему, совсем нельзя в советское время. А сейчас тем более. Сейчас, скажем, известная часть населения, которая не имеет достаточно больших доходов, она не может рассчитывать на какое-нибудь свое получение нового жилья. Просто нет. Ну, скажем, та категория, к которой я отношусь, как вот, так сказать, не самый низкодоходный профессор университета. Ну, мне, так сказать, не надо обсуждать вопрос ни о каком строительстве жилья, потому что я никоим образом не укладываюсь ни в какие самые минимальные схемы получения жилья за деньги. И никакого строительства долевого, тем более ипотечного. Так. По поводу рабочего класса здесь интересное замечание есть в разделе Фербаки. Вместе с тем возникает класс, который вынужден вести на себе все тяготы общества, не пользуясь его благами, который, будучи вытеснен из общества, неизбежно становится в самые решительные противоречия ко всем остальным классам. Этот класс составляет большинство всех членов общества, и от него исходит в сознании необходимости коренной революции коммунистическое сознание, которое может, конечно, благодаря пониманию положения этого класса, образоваться и среди других классов. Вот обратите внимание, тут, наверное, они сами себя вспоминают, Маркс и Эгельс, что вот понимание, оно исходит от этого класса, но может образоваться и среди других классов. Ленин более жесткую, так сказать, картину нарисовал в работе «Что делать?», что сам пролетариат по своему положению в силу, так сказать, придавальности трудом и в силу недостатка свободного времени и условий для развития не в состоянии выработать пролетарскую идеологию. Поэтому выработка пролетарской идеологии – это дело интеллигентов, которые идут в союз на сторону рабочего класса и становятся его идеологами. В этом смысле Маркс и Эгельс не просто помогали рабочему классу выработать, они по существу и начали выработать этой пролетарской идеологии, которая потом получила развитие. Еще одна интересная мысль о том, какую роль играет революция для того класса, для воспитания и образования того класса, который совершает революцию. Как для массового порождения коммунистического сознания, так и для достижения самой цели необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в практическом движении, в революции. Следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества. То есть, с одной стороны, рабочий класс заинтересован в свержении старого эксплуататорского общества, а с другой стороны, сказать, что он во всех отношениях к этому готов, нельзя. Вот эта готовность, она тоже находится в становлении, что совершая революции, рабочий класс себя изменяет, и меняет себя как класс, и это, конечно, вполне подтвердилось, вот, скажем, на опыте Советского Союза, потому что такого быстрого развития, скажем, образования, культуры, науки, какое было у нас после революции, но мы после этого уже не наблюдали. Вот мы сейчас никак это не можем наблюдать, наоборот, сейчас вот, перетягивает Канад государство и Академия наук. Государство взяло на себя вообще то, чего никогда не делали ни цари, ни Сталин, например, чтобы Академия наук получала бы, не получала бы финансирование, а финансирование бы шло некому фану. Сейчас есть такое Федеральное агентство научных организаций. То есть все институты Академии наук собраны в один, вот, такой кулак и подчинены замминистра финансов. То есть не ученые решают вопрос, как распределить выделенную на развитие науки деньги, а те люди, которые никакого отношения к науке вообще не имеют. Вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Ну и, поскольку бедные ученые не собраны в такие коллективы, как у рабочих, они, с их стороны, есть выступления, протесты против этого, ну, в общем-то, так сказать, буржуазное государство на них не очень обращает внимания. При этом, казалось бы, существует острая необходимость в государственном монополистическом регулировании России. Казалось бы, для этого нужно привлечь ученых, чтобы они разработали программу развития России. Эта программа должна охватить, прежде всего, государственный сектор, который у нас обширный довольно, включая и такие гиганты, как Роснефть и Газпром, включая Ростехнологии, которые, в общем-то, занимаются оборонкой, включая космическую корпорацию, двигателестроительную корпорацию, кораблестроительную, авиастроительную, приборостроительную корпорацию. Вот для того, чтобы все это работало, нужна единая программа, поскольку, на самом деле, все эти отрасли и все эти предприятия, которые крупнейшие, которые я назвал, нуждаются в планомерной кооперации, потому что они все в рамках одной собственности находятся, государственной, то есть буржуазной собственности по существу, но в рамках одной собственности. Как у каждого капиталиста есть полномерное развитие его предприятий. Это во-первых. Во-вторых, все остальные предприятия могут быть включены в этот процесс полномерного движения через систему заказов. Система заказов позволяет привлечь всех остальных частных собственников, не трогая, не решая вопрос какой-нибудь о собственности юридически, сохраняя полностью собственность, но привлекая к изготовлению сложных изделий предприятия частные. Значит, вы, я думаю, хорошо знаете, что по всему миру или во всем мире гоняются за государственными заказами, потому что государственный заказ – это надежная оплата и это возможность получить достаточно крупные деньги. Поэтому сама по себе такая возможность полномерного развития государственного регулирования в рамках государственного регулирования монополистической экономики, какая есть у нас в России, она есть. А факта этого нет. И поэтому мы вынуждены слушать всякие рассказы, которые нам министр экономического развития Уликаев время от времени сочиняет и рассказывает. Поскольку они никак не влияют, этими рассказами никак они не могут повлиять на ход экономического развития. Более того, вот последние несколько лет существовала обратная тому, как должно быть в экономике, картина, когда имелось трехлетко-бюджетное, а планирования экономики нет никакого. Это значит, что бюджет заранее уже сверстан. Бюджет заранее сверстан такой, что он не дает вообще развиться экономике. Хотя на самом деле планирование, расширение производства основременно означает и планирование расширения расходов. Правильно? Потому что эти расходы появляются вместе с доходами. А эти доходы появляются не за счет финансового плана или бюджета, а доходы появляются за счет расцветия производства. Если вы будете развивать производство, получите доходы. Если не будете развиваться производство, значит не получите доходов. Поэтому вот то, что мы сегодня наблюдаем у нас сейчас, у России, в современной, это результат того, что правящая верхушка, она по-прежнему живет представлениями капитализма, свободной конкуренции. И никак она не перешагнула в своей голове, не сделала шаг к тому, о чем писал Джон Мейнард Кейнс, к кенсеанству, к тому, что в современную уже эпоху на таком этапе развития капитализма, когда он является монополистическим, нельзя рассчитывать просто на конкуренцию или на рынок, который ничего не решит уже, а может только порешить предприятие, что он и сделал со многими нашими предприятиями. И вот этот шаг, который сделали многие страны, и Соединенные Штаты Америки, и Франция, и Германия, а, скажем, Южная Корея вообще имела 6 пятилетних планов, а с заказами поступило очень жестко, значит, крупнейших капиталистов посадили в тюрьму, а потом с ними проводили беседы о выработке плана участия их в государственном развитии, в развитии Южной Кореи, и по мере составления соответствующих документов выпускали их из тюрьмы, они так потом активно и хорошо работали. Так что даже такие явления имели место, но вы знаете, что вот этих стран восточные называют восточными тиграми, что они быстро развили свое производство, и, скажем, как можно сказать, для нашей страны даже, можно сказать, неприлично выглядит, что мы станки теперь должны... В Индии мы закупаем станки, и они нам помогают возрождать наш станочный парк. Вот так вот выглядит картина. Ну, мы еще раз вот в очередной раз видим подтверждение глубины тех мыслей, которые есть вот в этой замечательной работе, не опубликованной при жизни Маркса Энгельса, и поскольку очень часто бывает, что в раннее время появляются яркие, гениальные, так сказать, мысли, соображения и догадки, которые, ну, действительно крупных и великих людей, которые потом влияют на ситуацию во всем мире. Так, ну что, у вас на следующий раз есть желание выступить? Да. Есть, да? Да. Проблемы не выбрали все пока? Я хочу вытверждать про этот тезис, где революция... Про что? Возможность революции и коммунистического устройства в условиях как раз одного государства, который я с ним не несил. Вот тогда, что Бургин с членами не согласился, а там Маркс есть такой... Ну, тогда вот вы еще, раз уж вы хотите сделать доклад, потому что, чтобы понять это, можно сказать, чтобы понять, скажем, что такое росток, надо видеть, во что он вырос, да? Ну, вот я вам советую еще посмотреть тогда военные программы пролетарской революции в Ленина и лозунги Соединенных Штатов Европы. Вот что он по этому поводу... Поскольку речь идет о том, что он как бы говорит, что это все устарело, что это теперь недействительно, то, что они раньше говорили. А соответственно, в данном случае... Вы как бы... То есть я привлек такой тезис, что... когда там... всякая решение общения продлиленно местный коммунизм. То есть возможно местный коммунизм, то есть вот Бома, все, если невозможно, он будет продлиленность. То есть я хотел бы это навязать еще. Ну, в том числе, да. Хотя... Хотя, увы, должны принять во внимание, что как вот историю... Историю, когда СССР был одним государством коммунистическим, никогда не было такой ситуации, чтобы кто-нибудь из капиталистов не приходил ему на помощь. Во-первых, потому что были люди из капиталистов, которые положительно относились к коммунизму, как в свое время Энгельс, да? А во-вторых, ну, собственность она разделяет, а не объединяет. Труд объединяет. А раз собственность разделяет, если за известной нормой прибыли, за известным процентом прибыли на вложенный капитал, капиталист пойдет куда угодно и пойдет на столкновение с кем угодно, если это выгодно ему. Потому что, может, государство-то не пойдет. Речь не идет о поддержке других буржуазных государств, а речь идет о том, что поддержка со стороны капиталистов отдельно. У нас все время ошивались капиталисты во все советское время, которые сотрудничали с советской властью, в том числе и Днепрогресс, когда делали. В том числе, когда... Как назывался первый советский трактор? Ставит. Да ладно. Первый советский трактор называется Фордзон. От слова какого? Форд. Форд. Ну, вот тебе, пожалуйста. А зона? А? Ну, зона – это уже там, не знаю, что. А форд? Ну, не просто форд же называть. Фордзон. Первый трактор, который вышел на Кировском заводе. Поэтому вот надо принять во внимание и это обстоятельство тоже. Тут никакой... В современном мире, где есть буржуазия, а буржуазия для нее самая главная прибыль, невозможно изолировать. Никакое государство. Так, пожалуйста, напишите себя. И да. Когда у нас есть занятие? В среду? В неделю, 9 мая? Да, через неделю. Через неделю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok